Всем привет, с вами Priya. Вот сижу я играю в Warcraft уже около 9 лет и периодически задумываюсь, да и вы на стримах даже спрашиваете, а сколько осталось жить Warcraftу? Вопрос весьма философский и точного ответа на него не даст никто. World of Warcraft это игра, для разработчиков это товар, который они предлагают нам и впоследствии где мы, являясь игроками-покупателями, просто-напросто играем в эту игру, покоряем ее, кто-то занимается рейдовым контентом, кто-то собирает питомцев, а кто-то заходит с целью записи видосиков. Есть такие люди. Это я, конечно же. Сами Blizzard считают, что игра проживет еще примерно 15 лет, быть может чуть больше, быть может чуть меньше. На это есть очень много причин, и то, что команда разработчиков трубится хорошо, и что делается различный уникальный контент, не повторяющийся с другим, и все другое, различное, классное и интересное. Но стоит понимать, что игроки в текущий момент слишком изменились по сравнению с теми, которые были при создании Warcraft. Вспомните то старое поколение людей, которое любило играть в различные MMORPG игры, еще до Warcraft, к примеру, там, RPG-игры, MMORPG. Тот жанр лишь зарождался в те времена, и играть в World of Warcraft во времена бета-тестирования, во времена альфа-тестирования, классика, было слишком классно, и это было в почете, скажем так. Если ты играл в Warcraft, ты был просто крутым пацаном, крутой девчонкой и вообще хорошим человеком. А что сейчас? Сейчас, если ты играешь в Warcraft, то тебя просто-напросто заплевать готовы, и то новое поколение людей-игроков просто-напросто заходит в какую-нибудь игру, за 40 минут наиграется и выходит из нее. А как мы знаем прекрасно, жанр MMORPG требует для себя затраты времени, затраты усилий, а также затраты каких-то умственных способностей, само собой. Если ты хочешь какой-то сделать результат определенный, то тебе стоит где-то поднапрячься, где-то что-то подумать, где-то что-то обдумать. Без этого никак. Интерес к игре в текущий момент всячески подогревается различными апдейтами, различными подарками, различными интересными уникальностями. Будут интересные контенты, будут интересные рейды, интересные механики боссов и все такое прочее. Сама кампания очень хорошо нацелена именно по отношению к Warcraft на привлечение игроков извне. Какие-либо акции, какое-либо обсуждение с комьюнити новых апдейтов. А также, не стоит забывать о событиях 27 апреля, Blizzard очень хотят, чтобы World of Warcraft заимела прежнюю, скажем так, вершину игр. В принципе, это должно получиться в ближайшее время. И я уверен, что после Battle for Azeroth будет реально такое дополнение, которое просто-напросто перевернет все вверх дном. И это будет успех. Скорее всего, просто-напросто самым лучшим нововведением для данной игры, для вообще жанра MMORPG, будет введение VR-режима. Так как это будет современно, это будет уникально, но только стоит задуматься, какие последствия на человек будет после игры в VR-режиме. Как бы просто-напросто человек не сошел с ума, поиграв в Warcraft в VR-режиме. Хотя и без VR-режима у некоторых получается дойти до такого состояния. Но не будем о грустном. Надеемся, что с World of Warcraft будет все хорошо, будет все просто-напросто идеально. Играйте в эту игру, насыщайтесь видосиками, смотрите стримы, все ссылочки в описании указаны. Всех вам благ, счастья, здоровья. Хочу услышать ваше мнение, сколько еще проживет Warcraft. До скорого, берегите ноги.